И остается добрать, так я так понимаю, мидера. Интересно, кстати, будет ли это Виномансер, как сейчас очень популярно с Аэронталоном в леса, либо отправиться на линию, как ты считаешь? Это Алхимик. Это Алхимик, да, и Мидер Гейминг. В очень раз говорят, что а куда нам торопиться, у нас последние... Мы уже довольно-таки много откатали, мы еще покатать не прочь. Виномансер, не знаю, он сейчас... Я надеюсь, это не клифовый Виномансер, самое главное, чтобы он не залез на хайграунд, что нас смотрят дети, и они могут потом этому научиться, и в итоге будет беда. Нас смотрят наши тиммейты будущие, возможно, подумая об этом. Вот, вот, не надо им такому учиться, это определенно. Но это как-то, если и показывать, то... Не тут, не тут, она... Ночью где-то... 18 плюс, Виномансер на клифе, без регистрации СМС. Витя боится за свой ММР, чувствуется. Витя шесть подряд слил, он уже не боится, он уже привык. Готов дальше огребать. Меня уже ничем не напугать. Ну, я думаю, что это обычный Виномансер саппорт. Ну, ставить его в лес, тут уже есть Бистмастер, который в лесу тоже неплохо стоит. Бистмастер, скорее всего, пойдет на оффлейн, если вдруг ему там будет неприятно. А ему там будет неприятно, потому что там Сенкинг и Джекирос, ребята, которые могут его... А, нет, подожди, там Висп, скорее всего, в медле, Джекиро будет в соло-суппорте, а Сенкинг в оффлейне. Ну, тогда Бистмастер может и постоять. В любом случае, в лесу он набирает быстрее. Сейчас во многом зависит, какой последний герой появится для Инвиктус Гейминг. Если это какой-то пушер, сильный пушер, то Бистмастеру придется стоять на лыне. Если это герой, который не очень бьет ТВР, то можно и в лесу пойти. Ну, мне, например, вообще всегда нравился и будет нравиться Джиггернаут. Он пока, как я вижу, не в банах у нас, соответственно, его взять, если что, можно. Под Хилингвардом, в принципе, опять же, ТВРАПа проще ломать. Плюс от этого неприятного Веноманстера, который своим ядом даст тут тиммейт, поставил Хилингвард и все это дело подхилил. Но ребята решили пойти совершенно по-другому. Набирают себе плотного тимбера, и тут все становится еще более интересно. Потому что чаще всего сейчас тимбер отправляется именно в мид. Но есть алхимик. Ага, все-таки они просто, они знаешь, как решили. Они отправят даблу с Анкингенжакира на сложную. Эта дабла на данный момент очень популярна. А Веноманстер пойдет в лес. И поэтому Луна будет страдать. Вауэрлок не самый лучший под сейв. Опять же, Луна может умирать там. Висп в это время может алхимику помогать. Может тимберу там перемещаться по карте. Может стаки какие-то поделает. А тимбер просто соло против бестмастера будет стоять. А бестмастер от тимбера как раз должен страдать. Опа. А бестмастер, если что, уйдет в лес. Без разницы. А это получается Луна в мид. Урса на легкую. А Луна в мид. Либо это Урса в мид против алхимика. Да, Урса в мид против алхимика. Луна на легкую. Веноманстер в леса. Бестмастер, получается, отправится на сложную. Ну и Варлок на под сейв. Это получается так. Но это если я угадала с Веноманстером, который в лес пойдет. Сейчас мы по закупу сразу все поймем. Это, в принципе, здесь понять легко. А у IG, получается, именно тимбер на легкую, чтобы он стоял против бестмастера, они хотят сделать. Алхимик в мид. Вис перемещается. Ну и дабла. Ну, по крайней мере, это я так вижу. Интересно, угадала я или нет. Но, по крайней мере, судя по тому, сколько игр я IG отстримила, я уже должна была отгадать. Тут просто все лайны, все пики. Одну секундочку. Как раз ставится у нас хорошая пауза, чтобы я успела переключиться на худ. Ну что же, и вторая карта в серии Бо 2 между IG и Вичи Гейминг начинается. Но нет, на самом деле не начинается. У нас стоит пауза. Странно, что от Вичи Гейминг, я думала, IG захотят хотя бы чуть-чуть передохнуть после такого сегодня марафончика неплохого. Может, они сегодня еще в праки будут играть, так что я бы не удивлялся. Это же азиаты. Они вообще, поэтому зачастую китайская дота-сцена доминирует над европейской, американской и так далее. Потому что там живут ребята, которые готовы, трудоголики, которые реально работают над собой и работают очень-очень много. Ведь не зря именно там достаточно большое количество топовых коллективов. Хотя сейчас, как мы видим по последним результатам на саммите, не все так просто. Не все так просто. Ну что же, команды готовы и начинается вторая карта. По крайней мере, я надеюсь, что она сейчас начнется. Поехали. И сейчас, знаешь... Мы вроде как и не против. Кале. Кале сейчас начнется. Кале полное. Кале начинается в драках постоянно. Вроде все готовы. Так, отлично. Ну и сразу будем следить за виномансером. А я отгадала. Вот так. Он лесной, да? Он лесной? Да. С виномансера отправится в леса. Не показывай его. Можно черный квадратик на этого виномансера? Нет. На самом деле, это, как мне кажется, недооценивают виномансера, который так идет в леса. Нам показывали, как против этого персонажа играть. Посмотри, Джакира, Джакира пошел с вардами. Он знает, против кого он играет и знает, что надо делать против этого персонажа. Поставить варды. Вот и все. Ну, кстати, он мог бы тут еще и подстрять. Еще один вард подставил. Опять же, этот вард виномансеру очень сильно помешает. Все, веник уже ломает варды. Причем, оп, скушал его и все нормально. Так что, дивардинг пошел. Ну, и почему недооценивают этого виномансера? На самом деле, если бы виномансер стоял в лесу 10 минут и не вылазил, а полностью фармил, но по-драгому же сейчас его используют. Виномансеру дают получить какой-нибудь 4 левел, а дальше он перемещается к своему хардлайнеру. В данном случае, это у нас бестмастер. И они вдвоем начинают гнобить кэри. Однако, здесь в качестве кэри у нас тимбер. А тимбера, даже с таким левелом виномансера и бестмастера, который они должны были, будут получить, загнобить достаточно сложно. Ну, и за руну у нас не было никакой драки. Просто одну руну забирают Урса, одну руну... Кстати, странно, что на карте мне не пропало баунтик. Одну руну забирают Алхимик и расходятся по линиям. И как я и предполагала, Алхимик в миде, тимбер на легкой, дабла Санкинг должна быть прусть Джакира, но Джакира пока решила погонять Урсу. Да, все-таки я отгадала все линии. Урса у нас стоит в миде против Алхимика. На легкой линии Луна и Варлок против... На данный момент это с Санкинг и Висп. Висп, как я и думала, будет перемещаться. Я, честно говоря, подумала, что он, наоборот, вначале будет помогать. Но они решили более жесткого саппорта отправить в мид, чтобы он вначале погонял Урсу. А в это время Джакира особо не церемонясь, отправляется в леса к Виномансеру. Почему он его там нормально харасит? Он его поджег уже. Здесь варды, конечно, настреливают, но Джакирос за счет своего арморчика нормально бодается с Виномансером. Там снова сейчас будет Дуалфайр, если он им попадет. А он должен им попадать. Ну, чего? Вот он попадает. Попытка даться нейтральным крипам. Получается. И Джакирос в итоге остается ни с чем. Манну потратил, подходит варлок. Пошли банды. Можно еще подтыкать его, потом подтыкать крипчиков. Но забивает на это дело. Понимает, что, скорее всего, не добить. Но хорошая игра от Виномансера. Отдался нейтралам. На самом деле здесь хорошая игра от Джагира, который так мешает фармить и получать левел для этому самому Виномансеру. То есть они реально понимают, против чего они играют. Вначале и варды приходили, ставили. Дальше гоняет его. И, соответственно, Виномансер, даже несмотря на то, что он отдался, он не получает левел. На то, на что он, в принципе, и рассчитывал, как можно быстрее получить в лесах. На легкой линии для Тимбер стоит против Вистмастера. Как я уже говорила, с левелом Тимбер эту линию должен выигрывать. Но пока Янка чувствовать себя должен неплохо до получения какого-то там четвертого левела Тимбера. Мы увидим, что у него 8 крипов и Тимбера 9. Пока ровненько все. Урса в миде Алхимику должен, кстати, предъявлять неплохо. И, как мы видим, по крипстату мидера команды Вичи Гейминг, так оно и есть. 16 крипов против 9. В этот раз у Алхимика проблемы. Ой, как больно Алхимику. Здесь надо бежать Урсе. Дуалфайром попадает. Подайсид Спрейм постоял уже. Но мы видим, Джекирос идет дальше. Кстати, Джекирос может нормально Урсу здесь прищемить. Сапоги есть. Пошла фласочка, тычка, избивается фласка. И в итоге Урса остается без Регина. Надеялся на то, что пойдет на хайграунд. А там клэп, кстати, есть. Можно добивать. Пошел Дуалфайр, есть замедление. Баунтируну своровал. И это фертбат в исполнении Урсы. Хо-хо-хо-ха-ха. Ну, несмотря на то, что Джекир опять же все делал верно. Он реально сбил ему, скажем так, фласку. То есть прогонял Смида. Практически получилось забрать. Ну, вот ботинок Урса ушел. Ушел. И ФБ забирает еще дополнительное ФБ для Вичи Гейминга. А у Алхимика проблемы. Все-таки Урса является одним из лучших персонажей, которые в миде против Алхимика стоят просто на ура. Ведомансов продолжает делать грязь в лесах. Обратите внимание, несмотря на то, что ему сбили тайминги, он уже четвертый с половиной левел на третьей минуте. Это реально очень-очень здорово. Тем более, сейчас он, допустим, приобретет себе сапог. И я не удивлюсь, если он отправится помогать своему бестмастеру. Хотя бестмастер, как мы видим, справляется достаточно неплохо. Пока, несмотря на то, что считается, что Тимбер должен выигрывать эту линию, пока они стоят очень даже ровно. У Тимбера 20 скрипов, у бестмастера 21. Посмотрим, как поступит Веномансер. Нейтрал отдался Санкинг. Очень интересно. Взял сапог. Вот сейчас бестмастеру труднее становится, что Бернингом прохарасить не может. Бернинг просто ходит за ним и пытается носить демиджи. Тут есть, конечно, кабаны. Они замедляют Тимбера. Бегает Янг. Его задача просто ластхитить. Его задача просто ластхитить и пытаться динайдить. Убить он не может. Варлок тоже отдается нейтральным тревом. Хватит это делать! Суицидники! У них просто склонность к самоубийствам. Ну, на самом деле, конечно, если это можно обузить, почему бы это не обузить, если это на самом деле экономия времени и так далее. И тем более телепортов. Сейчас вот тут... Нечестно. Нечестно, но если это не запрещено, то есть пока Баллы это не пофиксили, соответственно, они не против того, что так делают. Значит, почему бы это не делать, скажем так? Если твои оппоненты это делают. Ну и Веномансер, как я и предполагала, получил левел и дальше он не стал оставаться в лесах, а пошел именно на свою легкую линию. Я, конечно, предполагала, что он отправится к Бесмастеру, но, как мы уже отмечали ранее, Бесмастера неплохо и Соло справлялся. Кстати, Рор у Бесмастера имеется, и это, скорее всего, выход в мид с Рором. Вот пошел Рор, хотя неужас, успеют затыкать. Подкопа нет, успеют. Да, успеют. Никого подсейва здесь не было у... Санкинга. Короля Песков там на топе, попытка забрать Джекироса. Джекироса никуда отсюда не денется. Айс-под, конечно, кинет, но при этом все равно погибает. Это фраг для Варлока. Ну и... Может, на вышку попушить чуть. Ставятся Варды. Двигает отсюда. Ужас, ужас. Ужас, что уровня? 3-0. 3-0. Пульс Вичи Гейминг. Виновансер приобретает себе базилку. У него уже змейки 3-го уровня, поэтому тавер они заберут без всяких проблем. Дефить команда Айджи в данный момент не в состоянии. Тимберу надо находиться на боте. Алхимик, соответственно, вообще до того, как он сможет что-то дефить, и тут еще очень-очень долго времени потребуется. Ну вот, единственное, подходит сюда Джекира. Джекира вместе с Кингом. Луна цепляет его с Бимом. Опа, как вовремя. Подходит Урса, Джекира отправляется в таверну. Санкинг уходит по-добру, по-здорову, ибо и сам мог встрять. Ну и первый тавер для команды Вичи Гейминг, который достается силы тьмы. Луна тут недоконтрил немножко Микаса. Ну, рейнджовый крип, как обычно. Рейнджовый крип. Сильнее, да. Перекресить любого героя. Так, погоня за Алхимиком. Пошел Клэп. Урса начинает наваливать. А ультимейт будет? Есть ультимейт. Ну и все, Урса понимает, что сейчас уже не получится. Приходится кастовать тп-аут, улетает на базу, а не на Т1. Хотя можно было лететь в миддл. Там много крипов сейчас. Ну, смок покупается, как и Морбит Маск. Просто, чтобы выйти в Рошпит. Чем быстрее он Товарошана заберет, тем быстрее, в принципе, можно будет дальше продолжать давить. Потому что, судя по тому, как играют его команда, а они реально давят, Тавру уже на топе забрали. Виномансер хороший левел получил. Почему бы и более агрессивно не сыграть, тем более и не дать просто Алхимику ничего вынести. Тем более, до того момента, пока появится Рэдзианс, у них еще время есть. Там работаем стричка, пошел Ликвид Фаер, Бёрнинг, уходит на Тимберщине, Ванна у него больше не остается. Урса не пошла бить Рошану, Урса пошла бить лицо и разбить лицо не получилось. Ну, этот выход на Тимбера, он, скажем так, попытка вроде бы не пытка, но на самом деле Тимбера забрать достаточно сложно. Тем более, здесь Худ появился сразу у Бёрнинга, то есть он даже до Аркан. Там Висп, попытка убить Виномансера, пошел Хилл и Висп убивает Виномансера. Убить, наверное, Виспа не получится. Да, Висп просто улетает отсюда. Никаких ядов не хватит, чтобы под фонтаном его защемить. В итоге очень круто сыграно. Виномансер переборщил, подумал, что хватит Хилла. Джекероса забрели, сидит Сент-Кинг, Клэпа мне достали. Вот он пошел под коп, но погибает при этом от Лоя. Урса может отпиваться ботлом и заходить в Рошпит. Если, конечно, не страшно, то, что сюда кто-то стянется. Есть ТП на Т1, прилетает сюда веник, начинает забирать крипчиков. Крипов очень много под Т1. Наверное, синий уровень, сюда еще Бессмастер подходит. Оставились ворды, спушить, наверное, у Тимбера не получится. А Урса в это время бьет Рошанчиком. Значит, это нормально отхилился. Ну, тут, на самом деле, Тимбер и сам встрять мог, вообще-то. Хотя Рора нет, Рора нету, Бессмастера, Даймоны на Рор также нету. Но Тавр, Тавр забрать Тимберу будет достаточно сложно. В это время Урса забирает у нас Рошана. Аегис, конечно, тоже достается Урсевичу. И теперь идти подригениться. Дать Варлоку доформить шестой. Тем более, он буквально через одного крипа у него уже появится. Арканы появляются на Виномансере. И не стоит останавливаться. Кабайчики, Луна со своей аурой, Виномансер со своими вардами. Опять же, Бессмастер с пассивочкой. Тавара должны падать достаточно быстро. Тем более, Аегисович и Гейминг имеются. Как Дэфить? Ну, сейчас посмотрим, как решат Дэфить, пока они решили... Просал Дэфить, наверное, никак. Будут давать ему дофармливать Радианс. Он сейчас бьет Теншентов. Аккуратно отбивается ботлом. Тимбер пока работает. Регенится он, конечно, хорошо. Но страдает от Теншентов пока очень сильно. Защитки не хватает. Но за счет Исид Спрея, понятное дело, фарманет. Денег много. Уровень тоже апается. Десятая минута. Сейчас будет треха на руках. Там Сент-Кинг где-то просел очень сильно. Укапывается вниз. Будет ли бимчик от луны? Достанет ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Потерял вижен. В итоге не достает Микаса. Пошел Дуал Файр. Можно нажать Эклипс. Эклипса минус один. И, скорее всего, будет минус два. Отдаться нейтронам не получится. Есть вижен. Дабл килл от луны. Не понимаю мува Инвиктус Гейминг. Сейчас выйти вот на эту луну в чистом поле против Эклипса. Сейчас подкормили очень сильно, я считаю. Мне подарили сейчас Драгон Лэнс. Попытка была убить Виномансера. Он просто хестовал тп-аут с ботами. Покупайте Баклер. Мекку будет собирать. Ну, на самом деле, я не совсем поняла, зачем вернулся Санкинг. Это был реально не совсем понятный мув. Потому что он вроде бы ушел. А потом решил помочь своему Джакира. И в итоге помог он ему умереть. И сам, скажем так, подфидонил. Тем более, для луны два фрага. У него уже три фрага. А если мы посмотрим Вич Геймин, и пока у трех персонажей все очень даже неплохо. Понятное дело, как и в предыдущей игре, Алтхимик чувствует себя здорово. Так, ну, как бы еще раз Джакира не забрали. Урсы имеются Аегис. Надо дальше забирать товара. Тем более, могут позволить себе чуть-чуть подайвить здесь за счет того же самого Аегиса. Команда Вич и Гейминг. Должны расставляться змейки. Так Виномансер и поступает. Ну, и тавр потихоньку. Даже, на самом деле, не потихоньку, а достаточно быстро начинает проседать. Да, подаворы без мастера. Все, уронили вышку. Очередной тавр в копилку. Вич и Гейминг. Там не кратчи первого уровня сейчас появляются у бестмастера. Продолжают совершенствовать свой буш. Это, наверное, правильно. У Урсы есть руна дабл дэмеджа и есть даггер. Что самое интересное. Можно впрыгнуть, но Тимберу, наверное, не заберет. Виномансера. Виномансера надо попробовать. Ой, прощай, у меня Виномансера Виспа. Но он все-таки выбирает именно Тимбера. Хотя сам, на самом деле, мог подстрять. Прожимает ультимейт. Рор в Санкинга. Рор. Очень было вовремя. Санкинга, получается, за него забрать. Теперь могут быть проблемы у Урсы. Но его подхиливает здесь Варлок. Минус Санкинг сделали. Надо дальше расставлять змейки. И продолжать пушить. Тем более, а Егис даже у Урсы не выбивают. Так, у нас уже Некра прилетели как раз к Бестмастеру. Но решили отойти. Химик забирает руну богатства. Сейчас попытается уйти. Нужно станчик закидывать в Урсу. Закидывает стан. Ему чуть-чуть остается до Рейденс. Сакра тоже есть. Надо вот доформить Сатиров. Накидывает и Сид Спрей. Просто отходит. Да, это и его, можно сказать, Рейденс. 1200 на руках. Ну, в этой игре, если мы сравним с предыдущей. Когда, опять же, мы с тобой говорили о том, что аура дровки и так далее. То есть, тоже товара забираются достаточно быстро. Здесь Вич и Гейминг немножко поменяли стратегию. Они взяли таких персонажей, которые даже не совсем зависят от физурона. Они именно от, ну, опять же, вот эти кабанщики, Некра, Варды. Они и сами могут неплохо ломать товара даже без персонажей. И там, опять же, еще и под аурой Луны. И, как мы видим, уже падает еще один тавер команды IG. А в это время цепанули Виспа, подкоп от Санкинга, у Урсы был инвиз. Урсы еще и выживают. Она просто скушала руну инвиз и отходит. Это очень нагло было сыграно. Неужто она пойдет сейчас на Тимбер? Тимбер запрыгивает на хайграунд. Микаса. Будет ли там Эклипс? Там уже минус 3. Пошел Бимчик. Зарезали Тимбера. Это минус 4 в исполнении Вич и Гейминг. И Курса все еще не тропнула Аегис. Ну, нет, ну, это, конечно, уже был просто подфит. 1-13. Счет на 13-й минуте. И Вич и Гейминг не думают останавливаться. До сих пор не потеряли Аегис. Почему бы и не пойти немножко и дальше Тавр? Урса взлетает на Бабоку. Бабока отправляется в таверну. Только сейчас под копом от Санкинга выбивают Аегис у Урсы. Но что это меняет, если уже Висп находится в таверне? Тавр начинает проседать. И на самом деле он проседает настолько жестко, что сейчас этот Тавр надо допилить. Еще буквально пару ударов. Там стоят Змейки Веномансера. Тавр забрали. 13-я минута. 1-14. Сейчас можно отойти, подхиляться, подождать кулдаун Големов. Подождать кулдаун Эклипса. Подождать кулдаун, скажем так, что у нас тут еще в кулдауне? Рор Бисмастера. Ну что, когда нет, Рор, да, но у Бисмастера сейчас будут третьи Некрачи, ему остается копейки. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...